Друзья, всем доброе солнечное утро! Сегодня я приглашаю вас к себе в гости. Вы сможете понаблюдать, как прошло утро моего воскресенья. По выходным я стараюсь просыпаться без будильника. Аква тоже любит поспать подольше. И первое, что я делаю, как проснусь, я иду и пью стакан воды. Это привычка со мной уже очень много лет, она мне дается легко, а врачи говорят, что это очень полезно. Дальше я делаю зарядку. Сначала я встаю вот на такой вот коврик и прорабатываю шею. У меня есть небольшие проблемы с шейным отделом позвоночника, поэтому ей я занимаюсь особенно. Коврик, кстати, очень хорошо помогает проснуться. Потом я коврик убираю и делаю обычную зарядку. Если в будни зарядку я могу себе позволить делать посложнее, то выходные мне не хочется, если честно, напрягаться, все-таки выходной, поэтому я делаю такую вот лайтовую зарядочку. Я считаю, что лучше сделать так, чем вообще пропустить. Это правило, кстати, работает со всем, с книгами, с тренировками, с чем угодно. Лучше сделать немножечко, но сделать. После зарядки я иду, конечно, умываться и чистить зубы. Если зарядка такая достаточно интенсивная, то после зарядки я еще обязательно иду в душ. А потом наступает любимая часть моего утра, я иду готовить завтрак. Завтраки я тоже делаю разные. Иногда хочется по выходным заморочиться. Я, например, могу приготовить сырники, а иногда хочется делать что-то достаточно быстрое. Сейчас, например, мы с вами вместе приготовим смузи. Я беру свой плентер, отправляю туда банан, наливаю молоко и добавляю голубику. Затем все это хорошенько пробиваю. Молоко можно заменить на йогурт или на ряженку, или на кефир. Банан я использую практически всегда, а вот ягоды тоже можно брать абсолютно разные. Можно взять, например, клубнику, землянику, смородину. В общем, все, что есть у вас в холодильнике. Можа, кстати, на выходных встает обычно позже меня. Бывают, конечно, исключения, когда я сплю дольше, но чаще всего он просыпается, когда я начинаю готовить завтрак. Ну что, наш смузи готов. Разливаем по бокалам и наслаждаемся. Мне кажется, это просто отличный вариант экспресс-завтрака. Он такой, вроде бы, и питательный, и в то же время не тяжелый. И готовится просто буквально 2 минуты. Когда утром очень хочется есть, но вы собираетесь приготовить что-то более сложное, например, те же сырники, или оладьи, или блины испечь, то можно перекусить таким вот смузи и потом уже со силами и не на голодное животное готовить дальше. Дальше я сразу мою чашу блендера, потому что, как вы знаете, кастрюлю после каши и блендер после смузи надо мыть быстрее, иначе потом это все прилипнет, и отмыть уже будет намного сложнее. Женя тут поливает цветочки, у нас растут целых 2 кактуса и бедная авокадо. Ну, а я продолжаю готовить завтрак. Сейчас мы с вами пожарим оладушки, точнее панкейки, потому что жарить мы будем без масла, на вот таком вот электрогриле. Я принесла электрогриль, он у нас на кухне не хранится, мы убираем его на полку и достаем, когда он нужен. Ставлю под него контейнер для сбора жира и меняю плит. Сейчас у меня стоят плиты, ну, то есть панели для вафель, а мне нужны гладенькие. Как видите, меняются они очень легко, все понятно буквально интуитивно. Нажимаешь на кнопку, плита отщелкивается и ставишь новую. Вы подумаете, что панкейки можно было бы приготовить на плите, на обычной сковородке? Конечно, но на электрогриле мне нравится больше. На нем это все получится сделать намного быстрее, потому что он быстрее нагревается, и готовить я буду сразу на двух плитах. Дальше я его включаю, выставляю температуру и жду, когда он нагреется. Ну, а пока нагревается, мы с вами замесим тесто. Я разбиваю в миску одно яйцо, немного взбалтываю его венчиком и добавляю сахар. Если вы используете соль, то на этом этапе соль тоже нужно положить. Затем добавляю муку. Я кладу на нас двоих 4 столовых ложки с горкой. Мука здесь у меня самая обычная пшеничная высшего сорта. Затем туда же насыпаю разрыхлитель и все это хорошенько перемешиваю венчиком. И вот только теперь добавляю жидкость. В моем случае это ряженка, просто она была у меня в холодильнике, но вы можете добавить молоко, кефир, йогурт без добавок, все что угодно. И снова хорошо перемешиваю. Тесто у нас должно получиться густое и без комочков. Посмотрите на консистенцию. И дальше я добавляю немножечко растительного масла. Финальный раз перемешиваю и панкейки можно уже готовить. Я просто выкладываю их на гриль с помощью столовой ложки. Посмотрите, как я это делаю. Гриль маслом дополнительно не смазываю. Масло есть у нас уже в тесте. У гриля антипригарное покрытие, поэтому ничего у нас не пригорит и не прилипнет. Ждем буквально пару минут и панкейки уже можно переворачивать. Гриль быстро и равномерно прогревается, поэтому ждать долго не нужно, иначе наши панкейки просто пригорят. Мы их буквально сразу переворачиваем и ждем еще пару минут. Ну а дальше снимаем, кладем на тарелочку и идем варить кофеечек. Мы делаем это в косомашине. Наш любимый кофе это Latte Cold Brew для лета. Но если честно, я не каждое утро люблю пить кофе. И это все по настроению. Иногда мне хочется выпить травяной чай. Мой любимый с мятой, ромашкой и чабрецом. Но даже когда я пью чай, я все равно наслаждаюсь запахом кофе, потому что пока кофемашина перемалывает кофейные зерна, запах просто распространяется на всю кухню, и я его очень люблю. Мне даже иногда кажется, что я люблю запах кофе больше, чем его вкус. Ну что, теперь можно завтракать. Приятного вам аппетита. Женя нашел в холодильнике пакет со сгущенкой и ел панкейки вместе с ней. А я просто закусывала свежей голубикой. А время тоже близится к обеду, поэтому пора собираться по делам. Воскресные дела обычно приятные, сходить на рынок, на маникюр, просто прогуляться по улице, встретиться с подружками и так далее. На улице уже достаточно прохладно, поэтому я решила накинуть жакет. Так как я его давно не носила, примерно с весны, мне нужно его немножко освежить. Я буду делать это с помощью моего нового ручного отпаривателя. Отпариватель, кстати, тоже браун, как и блендер в этом видео, и как и электрогрин. Я наливаю в контейнер фильтрованную воду, ставлю его, включаю, нажимаю на кнопку и жду буквально несколько секунд, наверное, 30-40, пока отпариватель у нас нагреется. И обрабатываю паром свой жакет. Сегодня я не стала снимать насадку-щетку, которую вы видите на отпаривателе, потому что она как раз поднимает ворс на ткани и позволяет освежить изделие намного чаще. Потому что пар, получается, лучше проникает в ткань. Кстати, про этот отпариватель я уже писала небольшую статью-обзор. Вы можете найти ее на канале. Если вдруг не нашли, пишите в комментариях, я вам дам ссылочку. А в конце месяца выйдет полноценный видео-обзор на этот отпариватель, поэтому, если вы больше любите смотреть видео, ждите, скоро оно появится. Самое, пожалуй, приятное в нем то, что стоит он совсем недорого. И тем более заказать сейчас вы его можете со скидкой по моему промокоду BROWNPERSIC. Обязательно воспользуйтесь промокодом, пока он еще действует. Ссылку на отпариватель я оставлю в комментариях и в описании к этому видео. Ну что, жакет как будто только из магазина. Можно собираться и идти гулять. Рада была провести с вами свое воскресное утро. Всем пока!